Всем, начиная свой новый влог, решила начать его с обзора своего ухода, который сейчас у меня, уход для лица. Собственно говоря, я им в данный момент и занимаюсь, почистила сейчас лицо, нанесла маску. Хочу показать вам два вот таких скраба у меня, сейчас я чистила вот эти моим любимым, с абрикосовыми косточками. У меня есть отдельное видео об этих скрабах, ссылочку оставлю здесь наверху и под видео. Переходите, смотрите, полный обзор этих двух средств. Затем я сейчас скрабом почистила лицо, затем я умылась вот этим средством от Эйвен, очищающим. Увлажнение с алоэ и огурцом, хорошее средство, нравится, мне пользуюсь с удовольствием. И сейчас я нанесла вот эту маску, пленку, она мне тоже нравится, хорошо увлажняет кожу. Пользуюсь ей активно, раза два, два, три в неделю. Намазала, занимаюсь своими делами, потом снимаешь, удобная масочка. Вот такая. Так, и наношу, мне понравился вот этот вот бальзамчик для губ. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот он у меня уже в таком состоянии. Пользуюсь им каждый день, обязательно. У меня сильно стали сохнуть губы. Не знаю, чего это связано, может быть, сезон такой. Поэтому мажу даже, бывает, по несколько раз в день. Наношу на губы. Тоже мне нравится, приятный такой аромат. Так, дальше. Крем для лица у меня сейчас вот такой. Чистая линия. Сила. Пяти трав. Тоже удовлетворена я, в принципе, этим кремом нормальный. Так, дальше. У меня есть вот такой вот лосьон для лица. Он такой, знаете, кремообразный, белый, густой. Он и косметику очищает, и просто загрязнение лица. Но я им люблю пользоваться на ночь. Очистить лицо, потому что он такой жирненький. И днем его тяжеловато, конечно, наносить. Потом хочется смыть сразу с лица, если вот днем им пользуются. А вот на ночь самое то. Ну, я не часто, но иногда я им пользуюсь. Но вряд ли я еще раз его куплю, потому что как-то не по мне, не зашло оно у меня. Так, и косметику я смываю такой мицелляркой. Мои любимые с фикс прайса. Вот уже меньше половины осталось. Большая бутылочка, 400 мл. 4 в 1. Классно, глаза не щипят. Офигенно. Я даже, бывает, в течение дня несколько раз ей протираю лицо, потому что у меня жирная кожа. И отлично очищает кожу. Вот такой вот у меня был уход. Что вам еще показать, не знаю. Но в данный момент такая вот у меня уходовая косметика. Оставайтесь со мной. Еще забыла вам показать из своего ухода вот такой тоник особо серия. Но я им, если честно, пользуюсь редко и без удовольствия. Потому что после него мне почему-то хочется умыться. Хотя, мне кажется, после нормального тоника так не должно быть. Вот, ну, пользуюсь, но редко. Вот. Такой вот тоник. Кирюша у нас сел заниматься. Привет, Кирилл. Привет. Привет. Вот, по точечкам он будет. Ну, когда я покажу тетям, какая у тебя тетрадка. Вот такие прописи покупаю. Разведем графические навыки. Сейчас я покажу быстренько. Вот он тут так водил. Где-то делали, где-то еще не делали. Задание. Развивает ручку свою, чтобы буквы потом писать. Да, Кирилл? Точечка. Все, вводи дальше. Не буду больше мешать тебе. Такие вот тетрадки. В Ашане всегда беру. Они стоят вообще копейки. И бывают разные. И Костик убрала, и английский. И буквы, и цифры. В общем, все подряд. Вот сейчас надо будет Кирилла опять подкупать. Что-нибудь. Для развития, развивашки. Что-то ко мне пришло вдохновение навести порядок здесь у детей. Опять здесь бардак у них. Кружка даже вверх ногами стоит. И желание что-нибудь отсюда обязательно выкинуть. Каждый раз здесь убираю. Не знаю, раз в неделю, наверное. Что-нибудь выбрасываю. Сейчас будем наводить порядок. Потом вам покажу, как я справлюсь со своей задачей. Хотела вам показать игрушку, в которой я еще игралась в детстве, когда мне было лет пять. Вот такой вот мальчик. Он резиновый. Все-таки делали в советское время игрушки. Он практически не изменился с тех пор. Вот это погрызло я, по-моему, даже в детстве вот здесь. Такая вот милота сохранилась мне на память. Теперь мои дети играют. Вот Кирилл примерно в том же возрасте, в котором я играла. Это игрушка. Сейчас мой ребенок играет ей. Напишите в комментариях, у вас остались игрушки с вашего детства, которые мне сейчас играют ваши дети. У меня книжки оставались, несколько штучек, которые я читала в детстве. И вот теперь мои дети доросли до того же возраста. Как это мило. Выкинуть пока ничего не удалось, но хотя бы разложила все более-менее. Сейчас еще вот здесь наведу порядок. Доброе утро. У нас уже следующий день. Сегодня 7 марта. Я вот собралась делать йогурт. Такую закваску. Баксдраф. Решила сделать актив. Сейчас подогрею немножко молоко. Насыплю туда. И по моим подсчетам вечером уже будет готовым. Уберу в холодильник до утра. И утром уже можно будет завтракать таким йогуртом. У нас сегодня солнышко. Вот такое. Тепленько на улице. Ветра нет. Сегодня у Костика сокращенный день. Он пойдет пораньше в школу и вернется тоже пораньше. Потом отправлю их гулять. Такую хорошую погоду. Надеюсь, что завтра будет погодка еще лучше. 8 марта. Мы собрались ехать в гости к моей маме и сестре в соседний город. Вот. А сегодня у меня забот целая куча. Нужно наготовить еды побольше. Такие уж мы женщины. Мы не можем без этого. И я даже переживаю, что 8 марта я ничего не буду завтра делать. Но сегодня я должна приготовить на завтра еду. чтобы никто не голодал. Хотя можно было и не готовить. Но вот как-то так. Сегодня хочу, наверное, соус приготовлю такой с мясом, со свининой. И вареники с вишней хочу. Достала вишню с морозилки. Надо морозилочку немножко уже опустошать и делать вареники. Такие вот дела. Сейчас йогурт сделаю, помою посуду. Может быть, стирку загружу. А потом уже займусь приготовлением еды. Еще хочу сегодня поработать хорошенечко за компьютером. Потому что завтра целый день нас не будет. Целый день я не буду никуда заходить. А сегодня надо сделать перевыполнить план, так сказать. Вот так вот. У нас уже весна полным ходом. Уже вряд ли будет холодно. Мне так кажется. Очень-очень тепло на улице. Напишите у вас в городах, как погодка весенняя или еще зима продолжается. Я знаю, что еще во многих регионах снег лежит. Вот так вот на юге хорошо. Так вот я разлила будущий йогурт по стаканчикам, по кружечкам. Нам так удобно. Последнее время так я и делаю. Теперь просто поставлю на холодильник на 10-12, может быть, 15 часов. Посмотрю по готовности. Обычно 15 часов хватает. Ну, я всегда на ночь ставлю как-то. А вот днем, не знаю, ну, по-любому в часов в 9 или в 10 вечера я уже буду убирать в холодильник его. И к утру уже можно будет его кушать. Он застынет хорошенечко. Делаю без... Раньше делаю в мультиварке. Йогуртницы у меня нету. Делаю так теперь. Просто ставлю на холодильник, там повыше, потеплее, и оно сквашивается отлично. Вот с двух пакетов молока у меня вот столько получилось. Два, четыре, шесть, восемь, девять стаканчиков. Таких вот стаканчиков, кружечек. И удобно. Каждый взял себе по стаканчику утром, например, на завтрак. Съели и все. Так вот. Сейчас буду чистить картошку и лук на соус. Вареники с вишней я передумала делать. Убрала в морозилку обратно. Не хочу. Что-то как-то сегодня такой день. Еще Костику много уроков задали. Надо сообщения писать там по окружающим. Поэтому, может быть, сделаю что-нибудь из дрожжевого теста. Посмотрю. Какие-нибудь булочки. С варениками что-то долго возиться. Они еще... Вишни у меня с косточками. Не надо вытащить оттуда косточки, потом полюбить эти вареники. Короче, долгая эта история, как-нибудь в другой раз. Вот. Надо чистить. Картошку. Нифига себе. Картошка. В общем, буду сейчас чистить картошку. Оставайтесь с нами. Что там насчет вопросов ко мне, друзья? Кто не хочет про меня узнать чего-нибудь новенького? Я вчера даже по этому поводу с одним человеком, зрителем, спорила в комментариях. Может быть, кто-то видел. Меня, как это сказать, обвинили. В общем, мне написали, что у меня накрученные подписки. Потому что меня мало смотрят и никто не хочет мне задавать вопросы, потому что у меня накрученные подписки. Вот. И еще написали, что у меня в описании к видео стоит ссылка на сайт по накрутке подписчиков. Вот я этому человеку ответила и хочу сказать вам тоже. Кто не читал, может, не видел. Да, у меня стоит такая ссылка на этот сайт. Но на этом сайте я не накручивалась подписчиков, я на нем зарабатываю. Там есть возможность для заработка и возможность для накрутки подписчиков. И так как я на нем зарабатываю, у меня есть реферальная ссылка, которую я оставляю под каждым видео. соответственно, кто заходит регистрироваться на этот сайт, начинает действовать, делать там какие-то действия, то мне за это перепадает кое-какая копеечка, небольшая. Поэтому эту ссылку я размещаю под видео. Накрученных подписок у меня нет. У меня есть взаимные подписки, да, я это не отрицаю. Я подписывалась по взаимкам раньше, но это разные вещи. Взаимные подписки и накрутка подписчиков. Так что не надо мне писать, что я накрутила подписчиков. Да, может быть, взаимные подписки так отрицательно влияют на мои просмотры, то, что меня мало смотрят, мало я кому интересно, может быть, вообще никому не интересно. но мне приятно, что у меня и хоть и 60-80 человек смотрят регулярно, мне все равно тоже это приятно. Я не для заводила канал, не для того, чтобы накрутить какие-то, как это сказать, души, да, себя на канал. Я хочу быть кому-то полезной, кому-то интересной. Кто-то считает меня неинтересной, не смотрите тогда меня. кому-то интересной, а кто-то мне активно комментирует, под каждым видео оставляет комментарий. Поэтому вот так вот. Никаких накруток я не делала на свой канал. Да, я сейчас оправдываюсь перед вами, что я не делала, не делала, потому что хочу, чтобы все было по-честному на моем канале. Вот так вот. выговорилась. Продолжаю снимать свой влог. Я уже приготовила соус на обед и решила сделать рулет с маком. Мак уже тут у меня, я его замачивала в кипятке. Мак, тесто тут уже у меня подошло. Сейчас буду делать и завтра в гости повезем с собой к чаю рулет с маком. Приготовила я сегодня вот такой вот соус со свининой. Здесь картофель, мясо, лук, морковь, специи, зелень. Такой вот вкусный соус у меня получился. Еще я сегодня испекла рулет с маком и вот такие вот булочки с кунжутом. Аромат на всю квартиру очень вкусно получилось. Такая вот красота. Сейчас муж с детьми пошли куда-то гулять. Собрались, втроем ушли. Меня не взяли. Может за подарком не пошли, не знаю. А дети вот сегодня днем рисовали бабушке открытки. Сами захотели, завтра поедем к моей маме. Они вот решили сделать такие открыточки. Вот это делал Костя. Машину бабушке нарисовал и тортик. А это делал Кирилл. Писал он сам, переписывал с моих букв. Я ему написала на листике и он переписал. Так вот. Цветы я тут понарисовал. Солнышко. Это дерево. Если что. Тортик. А это он сказал, что это бабушка. Вот как-то так. У нас уже вечер. Завтра 8 марта у нас. Я вас поздравляю с наступающим праздником. На этом я наверное закончу этот влог. В 8 марте наверное будет уже другой влог, другое видео. Так что не пропускайте. Подписывайтесь, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем большое за просмотр. Ставьте лайки. Нам в поддержку всех девушек, женщин, бабушек, мам. Всех с праздником. С международным женским днем. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok